добрый день уважаемые зрители здравствуйте друзья сегодня у нас продолжение темы русские шашки или просто шашки как кому нравится сегодня я хочу вам показать книгу которая называется курс шашечных дебютов авторы в с литвинович и н н негро минск полымя 1985 год почти 40 лет книги в предисловии сказано книге изложена теория начал русские шашки обобщен богатый опыт на к накопленной шашечной школой в последние годы большую практическую ценность представляет анализ ряда положений конкретных партий адресована любителю шашечной игры в начале книги напечатаны слова гроссмейстера ссср владимира вигмана об авторе книги сейчас я вам их прочту потому как эти слова написаны с душой и проникновением послушайте пожалуйста слово о наставнике скорее всего это почтовая открытка сохранилась случайно попала между зачитанными страницами старой шашечной книги пролежала там закладкой лет 15 тогда я не предполагал что письма которыми мы время от времени обменивали станут особенно дорогими сердцу реликвиями мы думали что жизнь бесконечна как и наша дружба с юношеской самоуверенностью вторили пастернаку не надо заводить архива над рукописями трястись настоящее было прекрасным будущее казалось таким же мы познакомились в алма-ате виктору было 19 не пятнадцать гроссмейстер и кандидат мастера спорта казалось это должно было разделять нас но не тогда не позже викторе не было и тени высокомерия у нас была одна любовь шашки и эта любовь делала нас единомышленниками жизнь спортсмена это постоянные разъезды мы играли с виктором в разных турнирах и везде где бы не сводила нас судьба в баку в минске в аршиловграде и поте черновцах и оренбурге литвинович неизменно был фаворитом виктор был очень талантлив познакомившись с шашками в дошкольном возрасте виктор стал целенаправленно заниматься ими уже со второго класса первый успех девятилетний мальчик становится чемпионом школы с этой первой победы начинается блестящий спортивный и творческий путь виктора литвиновича воспитанник заслуженного тренера ссср рама виктор литвинович стремительно завоевал все спортивные высоты перворазрядник кандидат мастера спорта мастер спорта ссср госмейстер ссср четырежды становился чемпионом страны он понимал что одного таланта недостаточно надо трудиться литвиновича отличала поразительная работоспособность он вел планомерный непрерывный поиск новых стратегических идей новых продолжений готов был анализировать днем и ночью добиваясь полной ясности безупречной точности его подход к шашкам был сродни научному порой казалось что виктор излишне педантичен но это педантичность сочеталась влюбленностью в поэзии и искусство его отношение к шашкам была своя поэзия поэзия истинного мастера для которого в любом деле значительно все виктор литвинович был всегда рядом с молодыми поколение шашистов набиравших силу в начале 70-х годов по многом обязаны ему своими успехами будучи тренером виктор сергеевич выросил немало способных мастеров в это время в творческом сотрудничестве с мастером спорта сэр николаем негрой была начата серьезная исследовательская работа которая легла в основу курса шашечных дебютов серьезного исследования посвященного теории дебютов круг рассматриваемых дебютных систем необычно широк 22 книги естественно сочетается творческое наследие корифея в русских шашек и актуальные исследования современников авторы приводят исчерпывающий анализ только там где это возможно и необходимо тех же вариантах где теория еще не сказала последнего слова намечают пути дальнейшего поиска которые помогут думчивому читателю самому участвовать творческом процессе владимир вигман гроссмейстер с ссср в конце книги есть содержание под названием расположение материала там такие дебюты как кол занимая значительную часть книги отказный кол тычок жертва кукуева ленинградский вариант система потапова вот игры шлининградская защита новоленинградская защита и гаря игра дячкова новое начало игра раманы чего центральная партия система игры бадянского игра блиндера игрок каулена отказаны из тем и игрокова лена игра шмульяна игра боброва игра петрова отказанная система игры петрова хочу сказать что в те времена когда вышла книгам не было компьютеров а Тем более шашечных программ. И все эти дебюты, системы, варианты, продолжения, разветвления прорабатывались умом шашечных мастеров. Без подсказок. Книгу я эту выиграл в республиканском первенстве. Госпожа комбинация. В 2014 году. Ее мне прислали вместе с грамотой. Книга была новая, несмотря на возраст, в ней были даже склеены еще страницы. А вот и сама грамота. Управление физической культуры, спорта и туризма Минского облисполкома награждает Суховерхова победителя республиканского конкурса по шашкам 64, посвященного памяти Владимира Сапежинского, проведенного газетой «Семь дней». Смысл этого конкурса в первенстве заключается, как вы уже догадались, наверное, в решении комбинаций, которые печатались в еженедельной газете «Семь дней». В течение недели надо было решить и выслать письмо с решениями. Сейчас, в настоящее время, в шашках, как и в шахматах, стоит острый вопрос читерства. Это когда человек пользуется подсказками компьютера или играет с помощью компьютера против соперника. Так вот, в решении комбинаций эти шашечные программы в основном не действуют, потому как в решении надо было запереть 6-7, а то и больше шашек соперника. Тут программа бессильна. Приходилось по несколько дней прорабатывать разные варианты, у которых было очень много, но к верному ответу вел один. Вот вырезка из этой газеты с шашечными задачками и фамилией победителей, в том числе и моей фамилией. Скажу еще, что этой книгой я пользуюсь, и не раз она меня вручала в очных турнирах. В онлайн игры я не играю. Это, в принципе, все, что я вам хотел показать и рассказать сегодня, друзья. Друзья, пишите в комментариях, приходилось ли вам когда-нибудь решать комбинации, комбинации в газетах или другой литературе. Спасибо всем за внимание, кто досмотрел это видео. А с вами был Сергей Суховерхий и до новых встреч. Пока.